Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему, которая называется бизнес-образование. Все, что с этим связано, разберемся, что такое это самое бизнес-образование, есть ли оно в природе. Вот мне так очень часто приходит этот вопрос, ну не просто так, с небес в голову, а именно в общении с представителями бизнеса, которые в определенном смысле всегда сталкиваются с проблемой, что нет профессионалов. Я затеваю бизнес, а где найти квалифицированный канал? Бизнес-образование, говорим мы в этом случае, поможет вам. Ну дай бог, чтобы так оно и было. Итак, сегодня мы эту тему обсуждаем с моими уважаемыми гостями. Представляю. Сегодня в студии Владимир Мороженков, научный руководитель бизнес-школы Executive MBA LWB. Аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам, что вы научили меня правильно произносить. Спасибо. Она сложна, она сложна. Кстати, я, извини, Оля, сейчас я представлю тебя. Я предполагаю, что такое сложное название вашего предприятия сразу внушает уважение. И, собственно, у тех, кто с ним сталкивается, и у слушателей, естественно, у студентов. Все значительно проще. Проще, хорошо. В студии также Ольга Гозман, генеральный директор Begin Group. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Как ваше настроение, как ваши дела, как ваши бизнесы? Хорошо. Атмосфера деловая. Ну, это самое главное. Это самое главное. Сейчас мы будем обсуждать эту самую деловую атмосферу. Тем не менее, я сообщу для уважаемых слушателей. У них есть возможность присоединиться к этому обсуждению, задать вопросы. Я думаю, что они могут быть. Для этого можно воспользоваться телефоном прямого эфира. Называю его 6510996, код Москвы 495. Либо, чтобы задать вопрос, можно зайти на сайт finam.fm и, собственно, опубликовать, написать его там. Я его прочту, и мы его обсудим. Ну что ж, давайте начнем. Первый, если позволите, риторический вопрос к обоим сегодняшним гостям. Зачем нужно бизнес-образование? Я не буду уже вот об этом говорить. Есть ли оно? Да, ну, очевидно, что есть. В каком-то виде есть, присутствует. Зачем оно? Ну, то, что оно нужно, это безусловно. Зачем оно нужно? Это самый бизнес-образование. Почему недостаточно обычного образования, да, не профилируемого, так называемого, и так далее. Владимир, давайте с вас. Моя точка зрения известна. Я отношусь к тем людям, которые считают, что право вести бизнес вообще должно быть, ну, условно или граждански лицензируемым делом. Например, если у вас есть водительские права, то не вызывает сомнений, что вы можете быть на дороге. Если у вас нет прав, вы можете принести большой ущерб. Потому что в последние дни эти катастрофы какие-то существуют. А вот то, что дикое количество катастроф от неквалифицированного управления компаниями и в связи с тем, что право управления фирмой получает друг собственника, который там на условиях преданности, доверенности. Сегодня вы можете уже, видите, в государственных компаниях все по дружбе устроены, и вот вам неквалифицированное управление. Я считаю, что эта деятельность, прежде всего, должна быть подтверждена, ну, если не дипломом, то, во всяком случае, квалификацией. То есть проверено каким-то тестом. Ну, с другой стороны, квалификация подвержена дипломом, естественно, да? Вы знаете, тут вот тоже есть такая особенность, что существуют управляющие компании, а существуют собственники. Вот, к примеру, в нашей школе защитить дипломы это довольно сложное дело, и в некоторых школах сегодня уже такая тенденция проявляется. — Извините, сложное по каким параметрам? — Да параметр очень сложный, очень простой, нет, никаких. Ты должен защитить квалифицированную работу, присутствуют оппоненты, которых ты не знаешь, никогда не видел. Все зависит от того, насколько честно и качественно ты обустроишь эту защиту. — То есть сложно с точки зрения профессионализма, сложно с точки зрения, извините, дороговизны или там каких-то других нюансов. — Нет, нет, нет. — Оль, давай, присоединяйся. — Вы знаете, ну вот вообще родина MBA и бизнес-образование — это Америка, и я хочу сказать, что американские бизнес-школы, они готовят средний менеджмент для крупных корпораций, то есть не топ-менеджмент. — Еще раз, Средний менеджмент для крупных корпораций. — Да, совершенно верно. И они не готовят ни предпринимателей, ни топ-менеджеров, то есть понятно, что среди людей, которые становятся средним менеджерами, часть становится потом топ-менеджерами, но бизнес-школы готовят именно средний менеджмент. — То есть это уровень такого управленца, да, среднего управленца. Да, да, да. Но, тем не менее, я считаю, что для управления бизнесом нужно в целом хорошее образование, нужно вообще высокий уровень эрудиции, но специальное образование, оно на самом деле не обязательно. Подожди, вот когда мы говорим о бизнес-образовании, подразумевается именно это. Ну, предположим, да, я получил, как говорят в таком случае, ну, сейчас, наверное, реже это услышу, я получил хорошее классическое образование. Я закончил один из ведущих советских тогда, да, университетов, вузов, и в классическом смысле, как Герцен говорил, да, что такое образование в классическом смысле? Это возможность систематизировать знания, которые ты получил, да, то есть их огромное количество, вот я образован потому, почему я знаю, что если мне понадобится это, я знаю, откуда это взять, если мне понадобится это, я знаю, откуда, вот в этом смысле, совершенно верно, да? А бизнес-образование все-таки, наверное, это некое уже... Бизнес-образование дает, безусловно, систематизирует знания о бизнесе, безусловно, дает разные навыки, безусловно, дает знания. Но, тем не менее, и мы можем привести очень много примеров людей, которые успешны в бизнесе, которые бизнес-образования не имеют. Я думаю, поэтому переживают все-таки по этому поводу. Да ничего они не переживают. Понимаете, вот в Америке, опять-таки, в американской системе бизнес-образование вписано вообще в систему образования и вписано как бы в представление о карьере. То есть, на самом деле, достичь определенного уровня, не имея степени MBA, человек не может или может, только в том случае, если он гений, на какие-то особо выдающиеся достижения. Подожди, тут может другая проблема быть. У тебя нет диплома MBA, ты пришел на работу, тебе скажут, есть диплом. Я же не буду тестировать на какие-то профессиональные. Ну, как бы диплом MBA гарантирует, что у тебя есть определенные знания, определенные навыки в американской системе. А если я, пардон, конечно, если я купил диплом MBA? Ну, в Америке диплом MBA купить нельзя все-таки. Вот, если мы говорим о европе... Ответ ожидаемый. Да. Если мы говорим о европейской системе, о бизнесе, европейской системе образования, мы все-таки как-то к ней ближе, чем к американской, другой разговор, хорошо это или плохо, но это так, то там для достижения в бизнесе диплом MBA не является обязательным. Ну, вот я придерживаюсь несколько иной точки зрения. Это хорошо. Ну, это не ради спора. Моя точка зрения такова. Вот я знаю значительное количество там топов и средних менеджеров различных компаний, работающих за рубежом, в силу там опыта своей деятельности, тоже зарубежной. И вот общаясь с теми людьми, которые получили квалификацию MBA, они довольно заметно отличаются от тех, кто прошел там дорогу своим путем. К жизни и к успеху приходят различными способами. Я считаю, что квалификация MBA это мощный ускоритель для личностного роста. И это не является там галочкой в отборе персонала. Ты должен продемонстрировать там знания, навыки и умения. Извините, то есть я представляю так, вот стоят рядом два относительно одинаково, пусть будем, одинаково талантливых, способных, умных, красивых человека. Но при этом у одного есть уже диплом MBA, то есть некая система взглядов у него обнаружена. А другой систему вот он на ощупь пытается обликнуть. Бизнес-школа безусловно формирует определенную систему взглядов и формирует определенные, грубо говоря, реакции на раздражители. То есть человек, закончивший классическую бизнес-школу, у этих людей будет определенный тип реакции на определенные раздражители. У человека, который бизнес-школу не закончил, она может быть, может не быть. Либо она может неадекватной быть какой-то. Да, но вот здесь действительно, Оль, права, что это сильно зависит от внутренней культуры самой бизнес-школы. Я бы даже сказал, может быть, от пассионарности и уровня культуры самих преподавателей. Ну а откуда еще возьмется культура бизнес-школы? Ну и плюс, мне кажется, все-таки некий необходимый стандарт навыков и умений, который должен быть заложен в человека этими преподавателями. Ведь дело в том, что если эти люди окажутся в среде уже управления предприятием и неся навыки и знания о том, как это делалось, например, в лучших компаниях мира, неся все большие запасы кейсов и практических случаев применениями, они могут не только для себя наиболее лучшей ситуации выбрать и решения, но и, в общем-то, помочь своему предприятию получить лидерство на рынке. Вопрос, есть ли рынок в России, вот где ключевое обсуждение. Мы, конечно, об этом все не будем говорить. Безусловно, бизнес-образование вообще, ну классическое бизнес-образование, оно построено на изучении кейсов из опыта других компаний. Я прошу вас, коллеги, я прошу прощения, конечно, да, я понимаю, что название ваших предприятий очень много латинских букв и название. Что такое изучение кейсов? Кейс – это примеры решения тех или иных проблем, которые были в других компаниях. Вот, то есть это не… Компания Microsoft сталкивалась со следующими проблемами. Компания Microsoft их решала так. Вот человек, который закончил бизнес-школу, он… Ну классическую бизнес-школу, он знает то, как решали разные… у него вот этих кейсов в голове, там, не знаю, решенных, 300 штук. И в ситуации, когда он сталкивает… Надо удержать, я тебе хочу, да? Да, безусловно, ну там, как предполагается определенный уровень интересный… Это проблема. И когда он сталкивается, у нас нет времени, мы сейчас слушаем новости, а потом продолжим, естественно, очень интересно. Итак, друзья мои, продолжаем разговор в эфире Финам.ФМ программы «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня тему бизнес-образования в России, хотя Оля настаивает. Давайте поговорим о зарубежных аналогах. Ну, в качестве опыта и сравнения, все-таки, интересно, как вы понимаете ситуация в нашем любимом отечестве. Значит, присоединяются наши слушатели к этому интересному, я уверен, разговору. Напомню, для тех, кто еще не успел это сделать, вы можете позвонить в студию, телефон 6510996, код Москвы495, или написать на сайте финам.ФМ свой вопрос, свое пожелание, свою ремарку, может быть, и такое. Я еще раз представлю с удовольствием гостей. Это Владимир Мороженков, научный руководитель бизнес-школы Executive MBA LWB. К концу программы я начну выговаривать это без запинки практически. И это Ольга Гозман, генеральный директор Begin Group. Продолжаем разговор. Остановились мы с вами. Замечательные темы. Хотя, ладно, неважно, о чем остановились. Давайте, собственно, продолжим дальше, по крайней мере, по тому сценарию, который я себе рисовал до эфира. На чем строятся программы? То есть, от чего они зависят? Программы обучения. В каждом и в ваших уважаемых заведениях, и в любом другом, некие программы. Я, извините, сейчас вспомню, так вкратце толкну проблемы нашего, общие проблемы российского образования, не бизнеса. И в определенном смысле тоже, да, во многом зависит от программы, от школьного учебника, от том, как, чего, куда. Вот откуда берутся программы в ваших заведениях? Классика жанра. Каждая школа, когда начинает выбирать свой путь, она занимается бенчмаркингом. Пытается найти лучшие программы, например, Гарвардского университета, потом опускается до Русского университета. Готовые берутся изначально? Сначала пытаются. Потом видят, можно ли вписать такой формат, и можно ли набрать, это же тоже рынок, и можно ли набрать под такие программы слушателей. Но со временем эволюция школ происходит. Это происходит буквально в каждой школе бизнеса, и после 5-6 лет активного существования школа, наконец, нащупывает свой собственный путь, свою культуру, своих личностей, своих ключевых преподавателей, и начинается уже движение по такой программе, которая и привлекает слушателей к какой-то особенности своей. Или торговая марка, например, известнейшая школа красных директоров Академии народного хозяйства сохранила этот бренд, и собрала вокруг себя пыльяду замечательных преподавателей. Там под этим зонтиком, наверное, штук 25 уже школ, и одна, другая там или лучше, или хуже, зависит от числа. Ну, желающие обучиться, они в этом случае идут на бренд именно, да? Вот я боюсь, что в России очень часто люди выбирают брендованные школы, исходя из названия. В России выбирают не только брендованные школы, к сожалению, да? Я просто хочу сказать, что я-то никого, ничему не учу. Наша компания, она занимается рекламой университетов. Мы организуем рекламные компании для университетов, для программ бакалавриата, магистратуры, в том числе программы БИИ. Ну, тебе и каждый в руки тогда. Да, да. На что больше клюют-то? Клюют, безусловно, клюют на бренд, но вот говоря о том, каким путем идут российские бизнес-школы, как они формируют программы, то, на самом деле, я не могу так вот грубо делить на две группы, но, тем не менее, действительно, есть бизнес-школы, которые смотрят, как устроено бизнес-образование на Западе в ведущих бизнес-школах и пытаются построить у себя вот что-то аналогичное. То есть, они идут по проторенной дорожке, они не изобретают сами велосипед, они понимают, что вот есть хорошая бизнес-школа и пытаются сделать так же. Извини, а твое личное мнение, это правильно или неправильно? Секундочку, вот есть вторая группа бизнес-школ, которые как раз идут своим путем, но пытаются сделать что-то иначе. Подожди, пытаются изобрести велосипед, да? Пользуясь твоими же сравнениями. По-разному, в общем. Ну, понимаете, тут у того и у другого пути есть, безусловно, свои достоинства и свои недостатки, поэтому говорить, кто хуже, кто лучше, это, в общем, трудно. Слушатели, безусловно, обращают внимание на то, что называется зонтичный бренд, то есть, если это бизнес-школа при известном, уважаемом университете, который был известен, уважаем, много лет, уже известен, уважаем, много лет, там, посуществовал в советские годы, то это, безусловно, сильный плюс для бизнес-школы. А также для бизнес-школы, безусловно... Вот ты допускаешь, извини, но ты допускаешь, да, что не факт. Вот я пришел на бренд, да, я, так сказать, ориентируюсь на то, о чем ты говоришь, а того, в плане образования, да, того, на что я рассчитываю, я не получил. Такое возможно бы? Вообще, конечно, возможно все, что угодно, но в целом, мне кажется, что поскольку бизнес-школа, если бизнес-школа организуется в хорошем месте, то ее организуют люди, которые это хорошее место уже и делают. Поэтому, собственно говоря, если они в одном месте хорошо работают, то почему они делают... Ты философ, я тебе хочу сказать. Да, то почему они сделают это же... в этом же месте сделают другое плохо? Тут как-то вот, честно говоря... Вы знаете, есть одна ремарочка. Я сам читаю довольно большой объем лекций в бизнес-школах различных, но то, что касается брендов, у российских брендов есть одна особенность. Первая часть программ создается бренд, им вкладывается вся элитарная, все силы, весь разум, а потом вторая часть начинается с какого-то момента, начинается управление затратами. И это касается не только бизнес-образования, даже производства пельменей, да, вы знаете, появляется бренд, вкусное мясо, а потом один лук у вас остается там. Но люди по инерции какое-то время покупают это самое. Вот мы в России по брендам грешим во всех направлениях. Я всем слушателям хочу это сказать, те, кто делает свои бренды, нужно удерживать стандарт качества на очень высоком уровне, чего бы это ни стоило, и управлять затратами. Ну, нужно понимать, что бизнес-школа это тоже бизнес, и, соответственно, там есть понятие, как доходы-расходы и нормы прибыли и все остальное. Ну, кстати, вот в продолжении нашего разговора сразу я процитирую один из вопросов, который поступать начали. Наш слушатель Иван задает следующий вопрос. Есть много компаний, которые предлагают услуги бизнес-образования. Как выбрать? Ну, лучшую он хотел выбрать, лучшую, хотя сложно, да? То есть, как сделать выбор? По каким параметрам? Просто-напросто ему нужно, остановиться на каком-то... Пускай сходят и послушают лекции этих бизнес-школ, которые есть. Как правило, бизнес-школы пускают людей, которые хотят учиться, послушать свои лекции. Ну, то есть, бесплатно пускают, да? Ну, на одну лекцию пустят, на одну, можно на две пустят, да? Глобально, а можно ли я у вас в качестве эксперимента послушаю один семестр весь, а тогда не пустят. Это не пустят, а так не пустят. А если послушать одну-две лекции, то пустят. Сходят, послушают, пусть входят на дни открытых дверей, выберут для себя что-то. На выставке пусть обязательно сходят, которые посвящены бизнес-образованию. Я предлагаю искать преподавателей, которые преподают в этой школе, беседовать, с ними не останавливаются, если у вас высокий уровень настойчивости. Если нет, задайте вопрос в интернет, стоит ли мне там учиться в этой школе. Кто учился, дайте свой отклик, и вы получите... Ну, я согласен, это распространенный такой фильтр в интернете, поговорить на форуме. Ну, вы знаете прекрасно, как эти мнения там формируются. Кто там сидит в интернете? Понимаете, вот я полностью согласна с Владимиром, что надо поговорить с преподавателями. Я примерно это имела в виду, когда говорила, что сходить послушать лекции, посидеть на занятиях. И также, то есть важно, первое, чтобы были серьезные преподаватели, второе, это важно, с кем вы будете учиться. Посмотрите, все говорят, что у нас учатся люди, не знаю, грубо говоря, или еще нет. Бывает, что и нет. Ну, аудитория бывает разная, да, разная. Вот вы посмотрите, вы хотите учиться с этими людьми или нет? Потому что важно, опять-таки, кто вас учит и с кем вы учитесь. Ну, это логично. Все остальное, на самом деле, уже не так важно. Больше имен задайте тоже в поисковых, как в гугле, об именах преподавателей, какие о них существуют ссылки, вы получите качество. Владимир, да, я с вами соглашусь. Давайте вот эту тему теперь затронем, безусловно. И вот мне понравился ваш посыл, профессиональная культура или даже, может быть, культура в нравственном смысле, что тоже немаловажно. Ты приходишь, смотришь на преподавателя, кто перед тобой? Действительно, человек, которого хочется уважать и внимать каждому слово, либо это какое-то сомнительное такое существо, которое уважение не вызывает. И вряд ли его слова будут каким-то образом впитываться. Я с этим согласен. Ну, так вот, давайте эту тему обсудим. Кто преподаватели в бизнес-школах? Откуда они берутся? Насколько они убедительны? Ну, вот, я расскажу о своем примере, как мне удалось сформировать замечательную, на мой взгляд, бригаду преподавателей. Я читаю корпоративные финансы в целом ряде бизнес-школ. И все время возникает некая полемика, что на любой лекции, если ты ведешь довольно жестко курс преподавательский или рассказываешь свой практический опыт в бизнесе и в жизни, то все время называются различные фамилии многими, что у других людей, различные точки зрения, такие яркие. И все время, если у тебя есть достаточный статус собственного профессионализма, то с тобой с удовольствием многие будут работать не только на коммерческой основе, а сколько посмотрят, можно ли стать рядом с тобой и быть увлеченным какой-то вот сверхидеей или сверхзадачей. Наши сверхзадачи, которые мы продвигаем в жизнь, мы говорим, что генеральный директор должен быть там таким человеком, я как бы тезис одизиса стараюсь напомнить всем, очень интересная коллегия, запомнить это себе и пользуясь этим дальнейшим, что генеральный директор компании подобен дирижеру, который руководит подобранным оркестром из первоклассных музыкантов таким образом, что каждый музыкант понимает, что в этом оркестре он играет лучшую партию своей жизни. И вот это удовольствие, от которого работники должны работать в твоей команде, испытывать, вот смотрите, у вас Финнам ФМ, мне кажется, когда я вас слушаю, то мне кажется, все работники испытывают удовольствие от сил взглядов, от передовых мышлений. И ноги сами сюда бегут, и клиенты, мне кажется, и люди гордятся. Спасибо, спасибо за новые слова, это приятно слушать. Вот если вы можете так сделать у себя, и мы так же сделали в бизнес-школе, и в этом отношении окрыленные преподаватели, каждый ведет свою линию, каждый выписывает скрипку, учитывая гармонию звуков, передавая из рук в руки по цепочке от процесса к процессу своих учеников. Я очень много общаюсь с руководителями бизнес-школ, и они говорят, что с преподавателями существует на самом деле очень тяжело найти хороших преподавателей, потому что, что такое хороший преподаватель для бизнес-школы? Это должен быть человек, который знает теорию, у которого большой опыт практической работы, и который может не мастер-класс прочитать, мастер-класс может прочитать любой собственник, а должен выстроить как раз целый курс, и кроме того, этот курс должен быть вписан в общую систему обучения бизнес-школы. А вот это уже очень сложно. То есть это должен быть человек еще с преподавательским опытом, понимающий преподавательскую жизнь, понимающий систему образования. Вот это уже безумно сложно. Это действительно очень тяжело, потому что на самом деле преподавателя бизнес-школы нужно отдельно готовиться. То есть если... Я прошу общения, я включусь в ваш диалог. Вот у вас была ассоциация такая музыкантская, да? Я вот с этой точки зрения тоже хотел бы такой пример привести. Есть музыканты, ну, те, кто преподают там в консерватории, например, да? Вот есть музыкант-практик, он великолепный практик, он супер-музыкант, но он не может ничему научить, потому что нет такого навыка. Он просто изначально не умеет это делать. А есть более слабый, с профессиональной точки зрения, музыкант, у которого ученики, вот они берут конкурсы, они получают... Вот этот симбиоз найти, вот это самое главное. А в этом ты говоришь, да? Да, в спорте. В спорте тоже, да. Тренеры, как всегда, это хорошие среднего уровня спортсмены, которые подметили. Но вы знаете, я бы еще здесь на руководителя школы возложил бы такую обязанность профессионального интегратора. И вот интегрирование процессов обучения, то есть, например, есть Игорь Эльчуллер, выдающийся автор хорошей книжки «Бизнес как система». И я вам всем советую читать подобного рода книжки. Если вы видите бизнес как систему, точно так же образование как систему, то ты приходишь с этим системным видением, у тебя бизнес фактически разложен на полочке. Теперь ты под номерочки людей подбираешь. И реализация... Система — это великая штука, да? Великая. Где бы она ни была, где бы она ни встречалась. Наверное, это и есть главный способ подготовки человека к бизнесу, потому что даже модная система по ключевым показателям эффективности готовит. Ты выходишь, у тебя всего лишь как спортсмен. Ты можешь там копью метать только в одном направлении. А их там 10-12 направлений. Должен быть умелым. Ну, копье все-таки лучше в одном направлении метать, потому что кругом сидят зрители. Не дай бог, что случится. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжаем. Продолжаем наш разговор. Забавная новость. Я думаю, вы слушали, да? Вот товарищ, видите, как полжизни положил на то, чтобы получить образование. Это не наш случай, я надеюсь. Это не наш случай. Упросили, наверное, получить диплом. Зайти и получить. Наконец, а сколько же можно? Он лежит и лежит. Да, забери. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодня бизнес-образование в России. И я еще раз с удовольствием представлю моих гостей. Это Владимир Мороженков, научный руководитель бизнес-школы Executive, пардон, MBA LWB. И это Ольга Гозман, генеральный директор Begin Group. Разговор о преподавателях прервали мы на новости. Собственно, примерно понятно уже, да? Ваше мнение. Действительно, во многом профессионализм, в широком смысле слова, преподавателя создает то самое ощущение профессионализма. Ну да. У меня есть один совет, если позволите, наверное, слушателям, которые сейчас уже выстраиваются многокилометровые пробки, будет полезная информация. Старайтесь не только при выборе школы, но и старайтесь получать всегда полезную информацию не только для себя, но прям непосредственно для тех бизнес-процессов, которые вы можете примерно с отставанием два месяца, три месяца. То есть сразу не внедряйте то, что и те, кто поступил сейчас в школу, не внедряйте то, что вы услышали прям сразу с лекцией, с пылой жару, пробуйте, потому что если что-то не получится, у вас отобьется охота внедрять процедуры управленческие. А два-три месяца это смысл? Два-три месяца, я считаю, знаете, как настаивается в голове. Отлежаться довольно. Вы знаете, тоже интересная часть бывает, задачи бизнес-школы, такая управленческая задача. У многих людей, приходящих в школу, своя устойчивая система взглядов. И вы знаете, бизнесмены, упрямые люди, потому что это часть профессии. Быть упрям, настойчив, и там добьешься. Так вот, люди приходят в бизнес-школу, если они идут по зову, не по карьерному росту, а по зову, что что-то перестает, это значит, что что-то в бизнесе, ты уперся в какую-то стену, выручка не идет дальше, нужно что-то уже делать, чувствовать, что не хватает каких-то знаний. И вот люди приходят в класс, они сидят упрямые со своей системой, и только тогда преподаватель говорит, он хороший, но вот он говорит точно так же и у нас. А здесь проблема, наоборот, должна быть. Преподаватель должен у тебя в твою настойчивую упрямую систему сложившихся знаний, в твои крестики запихать свои нолики, да, и тогда начнется интегрирование. Но поскольку люди начинают протестовать, пусть пройдет 2-3 месяца, и вы услышите благодарность в своей душе к этому преподавателю, который разместил у вас какое-то системное видение, то есть будет это в маркетинге, или будет это в операционной деятельности, но система начнет складываться, она начнет меняться, и вы увидите путь к своему будущему, свои компании как лидера на рынке, если рынок у нас есть. Второй раз вы задаете этот вопрос, сейчас надо это обсуждать, единственное, что сделаем мы это после того, как я пару вопросиков прочту, вот один из них от Ивана, может быть, даже к тебе больше, Оль, иногда бизнес-школы завлекают преподавателями из-за границы, завлекают преподавателями, ну, в частности, у нас учитель из Германии, кричит сайт, это пишет Иван, кричит сайт и реклама, у нас учителя из Германии, у нас учителя там, все откуда, а что на самом деле, вот это просто рекламный трюк такой, или действительно? Нет, ну почему? Я думаю, что, то есть, ну, я не знаю, как в данном конкретном случае, который видит Иван, но в целом, российские бизнес-школы действительно часто приглашают зарубежных преподавателей, это, в общем, распространенная практика, в очень многих бизнес-школах преподают зарубежные преподаватели, это правда. Это правда, но это что, это рекламный трюк, или действительно уровень преподавания для иностранцев выше, чем преподавателей? Нет, это, безусловно, элемент рекламы тоже, используется для рекламы тоже, естественно, и человек говорит, что бизнес-школа – это бизнес, ей нужно привлечь слушателей, и преподавателями, слушатели, хорошими преподавателями, слушатели привлекают, и, разумеется, информация о том, что есть зарубежные преподаватели, этим привлекают слушатели. Что это за преподаватели? Ну, зарубежные преподаватели могут быть как хорошими, так и плохими, но про зарубежных преподавателей легко ищите информацию в гугле, поищите, это может быть что-то хорошее, может быть нет. Ну, в любом случае, да, то, что о чем ты говорила, лучше прийти один разок, послушать и сделать вывод. Да, ну вот мы идем несколько по другому пути. Мы сначала приглашали международные бизнес-школы и четыре модуль, четыре недели за два года, это довольно большой, почти больше трети всего курса обучения мы проводим в различных бизнес-школах мира. У нас на континентах в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в Лондоне, в Китае, в Пекине. И вот я вам... Прошу прощения, я, может быть, прослушал, а что вы делаете там? Что делаем? Вы меняетесь опытом? Нет, нет, нет. Это обязательно часть программы. Нужно погрузить в среду твоих слушателей, целый класс, непосредственно в среду конкретной бизнес-школы, чтобы у человека была в голове совершенно твердая уверенность. Он может сравнить, вот он приехал в известную школу, там, в университет Джорджа Вашингтона, и в этой бизнес-школе он учится неделю. И это специально подготовленная программа. Это дополнительные расходы у него? Нет, это все входит в стоимость этого обучения. После этого он едет на другой континент, там, в Шанхай. Например, или в Пекине попроводит. Он погружается в этом университете. Ну, это серьезно. Проходит. Потом он в Лондоне, например, в известной там школе. И эти школы постоянно меняются. Уже многие нас хорошо знают. Это не рекламный трюк. Это означает тебе возможность, предоставляется возможность. Вот побудь у них, тебе расскажут, как строится бизнес, какая система, какие бизнес-симуляции существуют. Настоящие конкуренты среда. Даже, допустим, английский профессор говорит, давайте лучше второй модуль. Потому что это тоже денежные отношения, это контракт. Они говорят, давайте мы все модули тогда у вас проведем, там, в Лондоне. Не надо ехать в разные страны. И вот эта состязательность, они уже спрашивают, что, лучше в Китае или у нас. И я хочу сказать, это, конечно, теперь русские. Мы гордимся, когда говорят, что русские модули все-таки лучше. Я хочу сказать, это все лишь вопрос ментальности. Русские модули, это, значит, преподаватель, который понимает твое состояние, состояние души, что ты от него хочешь. В этом классе, в этом смысле, простите, да, со сожалению, ментальности. Конечно, отечный преподаватель, да, если я человек русский, я общаюсь с человеком русским, наверное, ближе к сердцу все это ляжет, нет? Ну, вы знаете, это такой, мне кажется, очень сложный вопрос. Согласен, ладно. Мне кажется, честно говоря, что... Это лирика уже, да, лирика пошла. Вообще, надо сказать, что, если мы вернемся к предыдущему разговору и уйдем от лирики, то использование, проведение части модулей в зарубежных бизнес-школах и вообще в зарубежных университетах, это очень распространенная практика. Это действительно часто делается. Ну, это хорошо. На мой взгляд, да. Есть возможность сравнить, как минимум, да, как люди живут. Это сравнить, это другой опыт, это общение с людьми из других стран, и, соответственно, приобретение связей в других странах, которые могут казаться полезными для бизнеса. Поэтому это, безусловно, очень позитивно. Это здорово, да. Давайте послушаем вопрос нашего слушателя по телефону. На связи Сергей. Сергей, добрый день. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать основную, главную проблему у нас, надо готовить специалистов именно с младших классов. Понимаете, ребенку. Если мы будем, понимаете, воспитывать основательно своих специалистов детей, правильно будем воспитывать. Да, взрослые уже человека, не будем переломать для того, чтобы получить какой-то определенный продукт. Если я вас правильно понял, вы говорите сейчас о начальной школе, что ли, да? То есть ребенку... Да, 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 да. У нас основа... У нас есть... Мы с садиками можем получить первый класс, у нас проблемы. Значит, у нас уже люди взрослеты и не понимают, куда идти, как податься, как зарабатывать и как получить, покормить свою семью. Понятен вопрос. Спасибо, Сергей. Вы знаете, проблемы, которые есть в нашем среднем образовании. Они, безусловно, существуют, но мы сейчас говорим не о них. Но что касается профессиональной ориентации с первого класса на бизнес или на медицину или еще на что-то, то я считаю, что все-таки это рановато. И ориентация на бизнес, если у человека она есть, человек хочет быть бизнесменом, хочет работать в бизнесе, она все-таки должна проходить на уже, ну, как минимум... Сознательный возраст, конечно. Сознательный возраст, ну, хотя бы когда он учится на бакалавриате. А в школе, пускай ребенок учит английский, занимается астрономией. Математика, литературу, русский язык, музыкой пусть занимается. Господа, математика, история, языки, все что угодно, но ориентировать на ту или иную профессию ребенка в начальной школе, я обижена, что не надо. Ну да, это не совсем. Оль, двумя руками голосую за то, что не надо делать, но у нас проявляется в стране, коллеги, очень сложная и опасная ситуация. У нас все больше там руководителей университетов, различных рангов, которые становятся руководителями университетов, сейчас масса явлений, никогда не читали лекции. И идут уже заведующие кафедрами, которые являются менеджерами, никогда не читали лекции. И ощущение иногда, приходишь в высшее учебное заведение, сейчас началось, я недавно отказался от заведования кафедры, потому что не считаю, возможно, что есть другие заведующие кафедры, которые не читают лекции. То есть как-то теперь уже это скоро неприлично будет. Да, это вот я почему-то подумал, может не очень корректный пример, но это врач, который никогда не держал в руке скальпель, да, и он заведующий отделением. Это точно так же, и уже все проректора, это проректоры различных университетов, вообще везде в командах, это какие-то администраторы, которые приходят со своими системами, взглядами, навязывают их людям. Они приходят зарабатывать деньги, да, прежде всего, они же не учить людей. Да, все, кстати говоря, массово занимаются капитальным строительством, и вот сейчас недавно было объявлено, что у нас на ближайшие два года будет объявлено феноменальное вложение в бюджетных средств, фантастических размеров в образование, и задают вопрос, как вы думаете, куда они пойдут? Вот я вас уверяю, они все пойдут на капстроительство, а нам в этих дворцах, и то дворцы-то какие будут, представляете, да, но я замечу вам, что по стране такая идет тенденция, профессионалы начинают отказываться от заведования кафедрами и уходят из университетов, ну, это ужасно, на самом деле, беда. Вообще в образовании действительно существует очень много проблем в России, в современном счете, мы сейчас говорим про бизнес-образование, мы ушли как-то совсем. Ну, понятно, да, ты нас все пытаешься в рамки какие-то, да? Так, представляете, к вам с базовым уровнем теперь приходят в бизнес-образование люди, у которых есть талант, способности, они могут вести бизнес, но базы нет. И тогда, например, рассказать то, что среднему американцу могут там рассказать теорию опционов, и после этого ты понимаешь, что он как управленец может работать в инвестиционном банке, и все это можно в течение двух лет в бизнес-школе сделать. Здесь нереально сделать, потому что тогда нужно прочитать курсы математики, тогда доберешься, и тогда, а как тогда учить? Таблицу умножения надо выучить сначала, а только после этого переходить на новую. Согласен. Ну, таблицу умножения, слава богу, еще многие знают. Ну, утрируем. Ну, и, собственно, наверное, сейчас, может быть, самое время поговорить еще об одном важном, мы уже видели, о капитальном строительстве, о рентабельности, об управленцах. Давайте поговорим о стоимости, насколько она вообще конкурентно способна. Вот, в частности, опять, Иван проявляет наибольший интерес в сегодняшней программе. Сильно ли отличается уровень обучения в зарубежных бизнес-школах от бизнес-школ в России? Уровень обучения его волнует. И, в соответствии с этим вопрос, доплачивать нужно за какой-то из уровней, да, то есть дороже это обходится за рубежом, дороже это обходится в России, и вообще, насколько вот адекватна стоимость того, тех услуг, которые оказывают. Ну, если мы сравниваем российские и зарубежные бизнес-школы, то, если мы говорим о топовых бизнес-школах, которые там входят в ведущие рейтинги, вот это, там, ведущие 20 бизнес-школ, там, ведущие 30 бизнес-школ мира, то, естественно, поскольку они и существуют очень давно, и, там, по самым разным причинам, уровень преподавания в них, как правило, выше, чем в российских бизнес-школах. Если мы говорим о средних бизнес-школах, какой-то там, не знаю, средняя бизнес-школа при университете в штате Айова, то я не думаю, что в данной бизнес-школе будет действительно серьезное и фундаментальное бизнес-образование. То есть серьезное и фундаментальное бизнес-образование может быть в школах, которые, ну, либо они по каким-то причинам очень давно существуют, вот, независимо от университетов, либо, как правило, ведущие бизнес-школы существуют при каких-то университетах, известных университетах и топовых университетах. То есть, я там, не знаю, это, допустим, там, при Гарварде, при Стэнфорде и при других американских университетах или европейских университетах. Ну, то есть, я правильно понимаю, если вы хотите получить образование за рубежом, надо выбирать вот эти топы. А если вы смотрите в Алабаму, как ты, да, привела пример, лучше сидите в России и учитесь. Ну, в Алабаме вы учите английский, в Алабаме будет опыт жизни на английском. Ну, для этого есть другие какие-то, да, мероприятия. Да, но это не будет принципиальное образование. И главное, что дает бизнес-образование. Бизнес-образование в топовой школе дает старт на карьере. Он опять вынужден тебя прервать, и ты продолжишь сразу после того, как мы поплошим новости на Финам. Итак, друзья мои, продолжим, продолжим. Хотя, собственно, последняя часть нашей программы стартовала. На Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем бизнес-образование в России. Что с этой точки зрения мы видим. Оля, прервал я, к сожалению. Да, я просто хотела сказать, что если человек заканчивает одну из ведущих мировых бизнес-школ, то это, разумеется, не гарантирует ему блестящие карьеры. Но, в общем, сильно повышает шансы устроиться на высокую зарплату в известную компанию. А диплом другой бизнес-школы, это, в общем, совсем же ничего не гарантирует. Ну, вот и все. Ну, то есть логика именно эта, да? То есть если вы хотите весу себе добавить, наверное, есть смысл переплатить и поехать в уважаемый бизнес. Ну, не говоря же о том, что если вы поступаете в топовую бизнес-школу, то с высокой степенью вероятности у вас вы получаете образовательный кредит. Это тоже важно, да, безусловно. Да, это работает. Хорошо. Есть такой вопрос у нас, давайте его обсудим. Тот же самый Иван спрашивает. Бизнес-школа Сколково, известная, да, многим. Что это, как это есть и как к этому относиться? Отношение россиян к безумной и провальной затее Сколково, давно это мнение Ивана, естественно, да, вот в кавычках он его в ковтках поставил. Отношение россиян к безумной и провальной затее Сколково давно известно. Ну, давайте мы сразу не будем обзывать ее безумной и провальной, давайте. Да, моя точка зрения такова, если коллеги помнят, в эту бизнес-школу было вложено более миллиарда долларов. Ужас. И вкладывались различные средства бизнесменов, и много было шума о том, как это будет работать. Сегодня школа работает. Она работает так же, как и другие школы работают, не больше, не меньше. То есть ничего выдающегося, да, в этом смысле? Какова, какова, я не буду обижать их слушателей, те, кто учится в классах, я их знаю, многих, они очень довольны, приезжают множество иностранных преподавателей, есть программа. Да, но я не поставлю эту школу в один ряд с известными зарубежными школами, а они бы по характеру заявки, по миллиарду долларов вложения должны были бы сегодня уже сразу сказать, что проект состоялся. Космический. Вы понимаете, у меня в данном ситуации немножко другая точка зрения, потому что говорить о том, состоялся проект бизнес-школы или не состоялся, можно через несколько лет после того, как мы сможем оценить карьерные достижения нескольких выпусков слушателей, нескольких выпусков. И тогда можно будет о чем-то говорить. Пока говорить просто еще рано, потому что мы еще, у нас нет, нам ничего не известно про то, кем становятся выпускники. После того, как это станет известно, мы сможем об этом говорить, а пока еще просто время не прошло. Я многих слушателей знаю, кто учится в школе «Сколка». У меня это очень интересно, и это все-таки обмен профессиональным опытом, знанием. Я хочу сказать, у этих ребят карьера состоится. Будут они учиться в школе в любой или не будут, они будут сильными, мощными людьми. И то, что они выбрали, пошли в этом направлении. Я бы на месте школы «Сколково» наверное порекомендовал сказать, ребят, если у вас вложили такие деньги, и вы получили такие площади и знания, не ставьте ценник 90 тысяч евро на это обучение. Ведите дальше программы, привлекайте или открывайте бесплатную школу бизнеса для среднего класса, для малого бизнеса. Открывайтесь полностью, потому что, наверное, эти деньги из казны каким-то образом достать. Мне кажется, да, я вот тоже так подумал, миллиард долларов, это инонсирование федеральное же, правильно? Да, всего лишь бизнес-школа. Я бы сказал, ребята, делайте бесплатное образование массово, открывайте программу в интернет. Нет, не сити, все-таки, может быть, возродится какой-то генезис среднего, малого предпринимательства на территории. Вы же видите, что происходит в стране. Все пытаются под крышами собраться крупных государственных компаний, которые поджали под себя все ресурсные активы. Вы не можете никак развернуться. И устроить, я извините, Владимир, и устроить капитальное строительство. Я хочу сказать, что все-таки для того, чтобы возродился малый бизнес в России, одной бизнес-школы Сколково мало. Это совсем разговор, чтобы возродился малый бизнес, это разговор совсем про другое. Бизнес-школа Сколково, я думаю, тут сделать ничего не может. Ну, она хотя бы может какой-то толчочек дать, правильно? Мы говорим все время об энтузиастах, мы говорим сегодня о том, что с чего-то надо же начать. Видишь, сверху никак не получается. Миллиард дали. Куда делать? Куда деньги? Миллиард дали, они много всего сделали. О чем что они сделали, что не сделали. Говорить, я не хочу сказать, что там все идеально, но говорить о результатах, на самом деле, нужно еще рано. Я понял, хорошо. Значит, еще один вопрос от Ивана. Последние десятилетия вся сфера бизнес-образования будто бы помешалась на рейтингах. Ну, опять такой, несколько, да, саркастический у Ивана подход к вопросам сегодня. Что за Иван у нас партизан какой? Подожди, подожди, Оля, я закончу вопрос. Значит, он дальше предлагает несколько ведущих финансовых изданий мира. Где ежегодно финансируют исследования и публикуют на их основной популярный рейтинг. Стоит ли им верить? Вот, собственно, его вопрос. Ну, я хочу сказать, что две вещи по поводу рейтингов. Что во всем мире рейтинги, основным показателем, на основании которого создается рейтинг, это зарплата выпускников. Чем больше зарплаты, тем выше рейтинг. Все, ура. У нас это померить невозможно. Я думаю, что всем нашим слушателям понятно почему. Что касается рейтингов российских бизнес-школ... Нет, ну крупные, крупные компании, по-моему, сейчас по белому уже давно. Ну, по белому, по черному, в общем, сложно все. Кроме того, выпускники не скажут, какая у них зарплата и так далее. Это нормально. Но что касается рейтинга российских бизнес-школ, то самый интересный рейтинг российских бизнес-школ, который я видела, в нем одна бизнес-школа занимала одновременно первое и второе место. Просто чтобы никого не пустить рядом, видимо. Видимо, да. Ну, в общем, вот такой вот был замечательный совершенно рейтинг. Журнал вышел. Журнал, разумеется, никакой лицензии после этого не лишили в бизнес-школу. Набор прошел хорошо, и все у всех хорошо. Ну, они могут сказать, что это опечатка, очепятка, как в таких случаях. Люди, которые внутри индустрии, они понимали, каким образом бизнес-школа заняла первое место и второе место. И я думаю, что наши слушатели тоже понимают, как это могло произойти. Поэтому рейтингом российских бизнес-школ я всегда была против их создания. Против рейтингов? Против создания российских бизнес-школ я всегда возражала. Я считаю, что у нас нет возможности создать объективный рейтинг российских бизнес-школ. Я тебя понял. Ну, не стоит действительно сильно уж ориентироваться на рейтинги. И эта история манипуляционная, и в России вообще никаким рейтингом ни в каких отраслях, направлениях не верят. Это вопрос бизнеса. Помните, что бизнес-образование, это всегда само по себе. Слава богу, что здесь хоть открытая конкурентная среда, и школы борются за каждого клиента, как его учить, как лучше делать. Поэтому качество образования в бизнес-школах постоянно идет стремительно по нарастающей. Вот я хотел бы, и мы, как бизнесмены в прошлом, или те, кто сейчас подрастает, должны почувствовать, что это некая био, или давайте лучше ноосферная часть мышления людей, которые могут преобразовать силы своей таланты, или еще раз скажу, пассионарности и культуры своей, преобразовать планету в ту или другую сторону. Что и происходит силам бизнеса, все происходит во всем мире. Так вот, если нам удастся создать климат предпринимательства, то есть ряско делится в воде за одну минуту, там нарастают тонны фактически, когда время цветения травы приходит. Вот точно так же, из-за чего это происходит? Из-за того, что среда готова к воспроизводству предпринимательства, она должна их вызвать к себе. А если вызов этот будет от общества, то все произойдет. Вот сейчас пока с этим вызовом сложновато. Видно, что кто-то пытается хлора добавить в эту воду довольно много, чтобы ничего не происходило. Нам еще придется пострадать в этой стране немало. Ну, что касается действительно конкуренции между бизнес-школами, то она действительно есть. Именно потому, что очень сильная конкуренция, то качество программ в ряде бизнес-школ действительно растет постоянно. То есть, за этим руководителем бизнес-школ следят. По поводу хлора, понятно, в кавычках мы, пользуясь вашей метафорой, этот хлор, он сознательно кем-то добавляется? Или это имеется в виду об общем экономическом состоянии нынешнем и мировом, и российском, естественно, что не совсем востребовано то, о чем мы сегодня говорим? Потому что, ну и дальше. Я скажу так, что в отношении нашей страны, поскольку есть известная методика оценки ресурсов в процессе распределения труда, и вот наша страна относится к категории поставщиков только природных ресурсов. Она и несколько умных людей, известно каких, придумали фактически вывоз всей природной ренты отсюда, рассчитывая, сколько же на потребление оставить проживающим здесь, на этой территории страны. И жестко контролируют, чтобы они не свалились ни в ту радикальную часть, ни в другую. И поэтому рыночная история, развитие рыночных отношений, эти люди крайне неинтересны. Понимаете, это опасно. А отсюда нет вызова к обществу со стороны властей, и само общество превращается уже в некую патронируемую часть, о которой заботятся, дают что-то на образование, дают что-то на здравоохранение, результат не получается. А вызов был бы малого и среднего бизнеса колоссальный. А вот я вам еще одну интересную вещь скажу. Смотрите, я участвую на некоторых крупных предприятиях в России в качестве специалиста по реструктуризации. И с точки зрения эффективности множество людей из этих предприятий должны уйти с работы. Они там не нужны в таком количестве. Даже специалисты среднего класса, и даже толковых, много людей, куда их девать. В этом отношении, конечно, во всем мире задача решена. Они приходят в бизнес и открывают для себя, и говорят, слушайте, такая точка стратегического. Как минимум они реализоваться могут. Слава богу, что я ушел, или силы меня выдворили с этого. Как я там благодарен, что в свое время... Началась новая жизнь. Другая жизнь. И каждый из нас, кто состоялся, слава богу, что-то произошло в нашей жизни. А когда ты сейчас думаешь, что эти люди должны оставить свою работу, у тебя голова говорит от того, что грех какой-то лишить человека куска хреба. Он же пропадет там, представляете? И вот здесь мы на пути множества заводов в России не подлежат реконструкции из-за моногородов. Путин, наверное, говорит, что проблема моногородов. А куда их девать тогда? Так создайте условия, чтобы была среда рыночная. Не лейте хлор-то в воду, на самом деле, представляете? Да, это глобальная проблема, я вам хочу сказать, друзья мои. Видите, мы сегодня о бизнес-образовании, а оно вон что. Еще один вопрос от Никиты. Скажите, пожалуйста, насколько хорош сертификат, аббревиатура латинская CFA? Он ценится в России при трудоустройстве? И актуальны ли сегодня сертификаты? Или для работодателя важнее опыт? Вот, собственно, то, о чем мы уже говорили. Ну, прежде всего, Володь, да, знакома такая аббревиатура? Да, конечно, это сертифицированный финансовый аккаунтер, специалисты, которые специализируются на финансах. Это очень хороший востребованный сертификат, в бизнес-школах его не дают, этому не обучают. Это специальная программа по подготовке сертифицированных специалистов по финансам, адаптированных к западным компаниям, которые ведут деятельность как в России, так и везде в других направлениях. Я просто хотела сказать немножко более общее, что сертификаты, хорошие сертификаты, они говорят о наличии у человека тех или иных знаний. Я убеждена, что работодателю нужны люди со знаниями, потому что не говоря о всех, о том, что берут своих, двоюродных братьев, сестер и так далее, у любого бизнеса есть владелец, которому нужно, чтобы кто-то работал. Люди со знаниями работают лучше, чем люди без знаний, поэтому сертификаты и дипломы нужны. Сертификата родственника недостаточно. Профессиональный сертификат. И, господа бизнесмены, не забивайте микроскопами гвозди, значит, наберете сертифицированных и не будете знать, как их использовать. Они у вас там заржавеют. Ну что, друзья мои, я буду закругляться, время, к сожалению, на исходе. Я, прежде всего, благодарю моих сегодняшних гостей. Я еще раз представлю с удовольствием. В студии были Владимир Марыженков, научный руководитель бизнес-школы Executive MBA LWB и Ольга Гозбан, генеральный директор Begin Group. Ну, судя по нашему разговору, он получился достаточно интересный. И вывод я делаю оптимистично, если вы не заражаете, уважаемые коллеги. Бизнес образования в России есть, оно развивается. Есть, есть. Есть определенные проблемы, но как и везде в России, но я думаю, все вместе мы их преодолеем. Огромное спасибо за внимание. Успехов вам в бизнесе. До свидания. Вам спасибо. Счастливых выходных всем слушателям.